Здравствуйте, я Олег Рожков. Прямо сейчас главные события дня в программе «Область новостей». Сегодня в выпуске. Молодые, амбициозные, перспективные. Подведены итоги главного управленческого конкурса региона. Вот так завершился второй сезон лидеров Тамбовщины. Более сотни молодых людей со всего региона принимали в нем участие. И только 30 из них стали победителями. Следующий сезон проекта стартует весной 2020 года. Первые итоги – школы ухода. Как подобные занятия помогают сделать жизнь пожилых людей комфортнее, расскажет Мария Шумейкина. Для некоторых ухаживать за больными – это работа, но никто из нас не застрахован от ухода за близкими. Что нужно знать, чтобы улучшить качество жизни маломобильного человека, учат в школе ухода. С одним из ее учеников мы сегодня познакомились. Долгожданный подарок к юбилею. О том, как в селе Черняное Тамбовского района преобразился Дом культуры, и к чему приурочено это событие, знает Юлия Савушкина. 21 ноября на этой сцене откроют ежегодный фестиваль «Тамбовская канарейка», который в этом году будет посвящен 100-летнему юбилею легендарного Черняновского хора имени Марии Мордасовой. В Доме культуры уже вовсю готовятся к этому событию. В ближайшее время планируют заменить одежду сцены. По-настоящему громким событием стало долгожданное открытие лайфстайл-центра «Студенец» в Тамбове. Накануне прямо на одного из его посетителей обрушилась труба. Видео ЧП опубликовали в социальных сетях. Судя по кадрам, все произошло в фудкорте на цокольном этаже. С потолка рухнула труба огромных размеров, и из нее плелась непонятная жидкость. Кто-то из пользователей предположил, что это конденсант образовавшейся вентиляции. Во время падения неопознанная труба задела девушку. По словам очевидцев, посетительница получила сильный ушиб плеча. По факту происшествия, имеющего место в торговом центре «Студенец» 20 октября 2019 года, прокуратура района проводится проверка. По результатам проверки будут установлены виновные лица и приняты меры прокурорского реагирования. ЧП случилось на следующий день после открытия торгового центра. Напомним, многие горожане выступали против его создания, так как в этом месте проходила некогда судоходная река «Студенец». При строительстве ее закатали в трубу. В соцсетях пошутили, что ЧП в кафе стало своего рода местью одноименной речки. Тамбовские налоговики активно легализуют теневой сектор экономики региона. Речь об этом сегодня шла на оперативном совещании, которое провел глава администрации региона Александр Никитин. Руководитель управления Федеральной налоговой службы Юрий Яковлев рассказал о предварительных результатах имущественных сборов за прошлый год, которые составили 1 миллиард 886 миллионов рублей. На данный момент инспекторы собрали 775 миллионов рублей. Сотрудники ведомства постоянно мониторят размер задолженности по налогам на имущество, землю и транспорт, а также легализуют серые зарплатные схемы. Александр Никитин отметил, что для эффективной работы необходимо взаимодействие бюджетов муниципальных образований, а также структур, находящихся в областной собственности. Работу межведомственных комиссий нужно обязательно усилить, чтобы она формальный характер не носила, но без участия, безусловно, без вовлеченности, без заинтересованности муниципалитета, в решении вопросов серых схем, серой занятости, в том числе вопросов незаконной предпринимательской деятельности, без вашей вовлеченности кардинально решить эту проблему невозможно. По статистике в сером секторе занято более 130 тысяч человек, или 27% от общей численности трудоспособного населения региона. Губернатор отметил, что необходимо выработать эффективные практики контрольной работы по легализации трудовых отношений. По его словам, этим должны заниматься не только налоговые органы, судебные приставы, ГИБДД, но и местное самоуправление. Завершился второй сезон лидеров Тамбовщины. Итоги управленческого конкурса подвели в минувший уикенд. В нем участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Все они прошли жесткий отбор, объединяло конкурсантов желание потратить свои силы и время на воплощение идей во благо своей области. Лидеры Тамбовщины – конкурс, который помогает найти перспективные управленческие кадры. Но не тех, кто хочет облачиться в деловой костюм, сесть в кресло и всем руководить. Здесь совсем другая история. Это неравнодушные к своей родине тамбовчане. Они сами генерировали смыслы и реализовывали социальные проекты. Также потенциал и силы конкурсантов проверяли на так называемом соревновательном марафоне, состоящем из выездных сессий. Первая сессия у нас была, это спортивная. Мы выезжали в пожарную часть. Вторая сессия, то есть первая полноценная образовательная сессия была направлена на оценку личностных качеств. У нас была игра, деловая, новые горизонты. Вот слияние авиакомпаний. И третья выездная сессия наша, она была посвящена также оценке индивидуальной. Ну и безусловно, когда ребята создавали большие компании, и в рамках которой мы выбирали наиболее привлекательную. До полуфинала дошли 130 человек. Свою награду они получили из рук губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Глава региона отметил, что их уже можно считать победителями и готовым кадровым составом, который сейчас способен развивать свой регион. Пусть их 130, понятно, в финале будет 30. Но все они в управленческой команде региона. И я очень хотел, чтобы наши наставники обратили не только на внимание свое прямое, пристальное, непосредственно на финалистов, которые сегодня будут объявлены. Но на всех, на всех тех, кто дошел. Они одна дружная команда. Но до заветной минуты с объявлением 30-ки сильнейших лидеры Тамбовщины посетили еще один мастер-класс. Они пообщались с Олегом Мансуровым, руководителем всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв». Он поделился лайфхаками, как самостоятельно реализовывать масштабные проекты и управлять ими. Важно уметь делегировать, но при этом всегда держать руку на пульсе, видеть общую картину, но при этом быть способным разобраться в деталях и погрузиться в глубину проекта. Так диалог с гостем плавно перешел к финалу торжества. Имена лучших названы. И вот, что они сказали сразу после церемонии награждения. В первую очередь, это огромная колоссальная реализация своего личного потенциала, потому что в таких стрессовых условиях, в которых мы работали, именно тогда рождается истина. В споре с ребятами, в команде. Вот тогда ты понимаешь, на что ты способен, и на что твой разум и мозг может претендовать далее. Я знал, что я могу выполнять многофункциональную работу, быть стрессоустройчивость, и общаться, находить коммуникацию с новыми людьми и работать в одном коллективе, в одной коммуниции. Мы реализовали социальный проект сами, нам дали возможность. Раньше я это никогда не реализовал. Сейчас понял, что это возможно, мы это умеем делать. Ребята и дальше смогут взаимодействовать со своими наставниками, принимать участие в социальных проектах или организовывать собственные. Тем более, что на личной встрече с менторами конкурсантов губернатор дал распоряжение сотрудничать как с финалистами, так и с теми, кто остался от победы на полшага. Вот так завершился второй сезон лидеров Тамбовщины. Более сотни молодых людей со всего региона принимали в нем участие. И только 30 из них стали победителями. Следующий сезон проекта стартует весной 2020 года. Олег Крошков, Михаил Мальцев, Александр Кобзарев. Область новостей. В ТГУ имени Державина открылась точка кипения. Это пространство коллективной работы, которое сможет объединить студентов, профессоров и представителей бизнеса, и госслужащих. Точка кипения в Тамбовском госуниверситете создана при поддержке Агентства стратегических инициатив. Также центры появились еще в 41 вузе страны. На площадках точек преподаватели и студенты получат доступ к цифровой платформе университета 2035. Это позволит за короткий срок овладеть необходимыми цифровыми компетенциями. Это некий инновационный котел, где мы можем в качестве эксперимента опробовать свои самые невероятные идеи, предложения. И лучшее, конечно, воплотить в жизнь. Они будут инновационные. Сегодня новое мы слышим, мы говорим о технологическом предпринимательстве. Это новое. Тренд совсем недавно зародившийся у нас. Он основан на инновационных идеях. Основными направлениями работы точки кипения станут проекты в рамках рынков национально-технологической инициативы. Современные цифровые технологии в учебную деятельность будут внедряться с помощью партнеров и участников экосистемы НТИ. Речь об успешных компаниях, институтах развития и госкорпорациях. Ряды юнарами в минувшие выходные пополнили почти 100 новобранцев. Это школьники из Жердевского, Знаменского, Расказовского, Рожаксинского и Сампурского районов. Произнести торжественную клятву молодым армейцам довелось не где-нибудь, а на территории реальной воинской части, в месте расположения арсенала космических войск России. Подробнее в сюжете Юлии Савушкиной. Я вступаю в ряды юнармии и лицом своих товарищей торжественно клянусь быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Клянусь! Около 100 человек из пяти районов Тамбовской области сегодня вступили в ряды юноармейцев. Сейчас самое время подкрепиться после такого волнительного момента. Девчонки, вкусно? Да! Еще бы! Здешние повара утверждают, что кашу для юноармейцев готовили по рецепту самого Суворова. Ко всем ребятам, несмотря на нежный возраст некоторых, в арсенале относятся как к коллегам. Эти ребята спустя 5-7 лет придут на смену нам, станут полноценными защитниками Отечества, будут проходить службу в вооруженных силах, я уверен. Патриотическое воспитание сегодня, наверное, самый важный элемент воспитания молодого поколения. Не пропагандировать ни негатив, ни отрицательные пагубные привычки, а любовь к родине. Я считаю, это очень здорово. И ради этого стоит жить. Считается, что юноармейское движение в Тамбовской области зародилось именно здесь, на Знаменской земле. 28-й арсенал космических войск не раз встречал новобранцев юноармии. Но такого количества молодых защитников здесь еще не видели. Правда, подкупает в данном случае не столько количество, сколько то, с какими мыслями эти ребята пришли в юноармейцы. Как было прописано у Александра Сергеевича Пушкина, готовь честь молодых. И я считаю, что это правильное решение, что в таком юном возрасте нужно себя готовить к защите Родины. В моей семье вся мужская линия была офицерами. И я хочу продолжить эту династию и также стать офицером. В числе новобранцев немало девушек. И учитывая, что по принуждению в юноармейцы не вступают, они тоже хотят стать настоящими защитниками. Глядя на веку к Калягину, к примеру, понимаешь, что женщина может обезоружить не только красотой. Я считаю, что девочки все равно сильнее, чем мальчики. Морально. Мальчики сильнее физически, они за нас постоят кулаками. А мы все-таки словами больше даже. И поступками, конечно. Покидая арсенал, юноармейцы возлагают цветы к мемориалу, павшим за Родину. Это традиция. Впереди у ребят усиленная военная и спортивная подготовка. Об учебе тоже забывать не стоит. Молодой защитник должен быть отличником во всем. Заботиться о больных нужно профессионально. Именно такого подхода придерживаются работники социальных центров Тамбовской области. В Сосновском и Токаревском районах открылись первые школы ухода, где соцработников и родственников маломобильных граждан обучают практическим навыкам по уходу за лежачими больными, правилам кормления и приемам первой помощи. Как подобные школы помогают сделать жизни пожилых людей комфортнее, расскажет Мария Шумейкина. Для некоторых ухаживать за больными – это работа, но никто из нас не застрахован от ухода за близкими. Что нужно знать, чтобы улучшить качество жизни маломобильного человека, учат в школе ухода. С одним из ее учеников мы сегодня познакомились. Виктор Башкатов ухаживает за своей женой Юлией. Из-за болезни женщина не может самостоятельно встать с кровати. Каждый день по расписанию приготовления пищи, обеспечения специальными лекарствами. Вот аспаркан утром сразу. Игелок. Отсес, давление. Четыре раза в неделю семью Башкатовых посещает социальный работник Елена. Навыки обслуживания маломобильных людей она вместе с Виктором получила в школе ухода. На обслуживании у меня два тяжелобольных, оба болеют сахарным диабетом. Вот в частности, Юлия Александровна, на этих курсах есть такие занятия, как одевать памперс, как переворачивать в разных положениях на кровати, как помогать ей садиться, кормить. И за лекарствами ездят, и в магазины, и тут укол делают. Укол муж делает сахарный. Она делает эти давления, другие, третьи, четверки. Очень, очень, очень. Спасибо, спасибо, спасибо. К уходу за маломобильными людьми в Тамбовской области подходит комплексно. Школа ухода не единственное новшество. В Сосновском доме-интернате для престарелых и инвалидов появились новые возможности для досуга и реабилитации. Из комнат сделали открытое пространство, где люди могут собраться, где с ними могут позаниматься. Раньше приходилось им питаться в своих комнатах, теперь они питаются, как вы видели, в этих открытых пространствах уже созданы более комфортные условия. Общение помогает пожилым людям социализироваться. Для ступни для них стали игры, развивающие моторику рук, улучшающие память и мышление, так как многие утратили эти навыки из-за болезни. Гораздо удобнее стало и организовать прием пищи. Пока подобную модель применяют только в Сосновском и Токаревском районах, но в будущем она распространится на все стационарные учреждения Тамбовской области. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Александр Щеднов. Область новостей. Третьяковская галерея, Государственный русский музей, Швейцария, Китай и Кипр – это лишь малая часть громких художественных площадок, где хранятся работы московского скульптора Виктора Корнеева. Помимо того, что он заслуженный художник России и член Российской академии художеств, Виктор Корнеев еще и наш земляк. И вот спустя несколько десятилетий Тамбов познакомился с его творчеством поближе. На открытии выставки в картинной галерее побывала Елена Хромова. Работы Виктора Корнеева неповторимы. Он обладает своим индивидуальным языком, стилем и почерком. На первый план выдвигает в творчестве человека. В основном скульптура обнаженная, но самое главное в ней пластическая выразительность. Она как формула, в которую сначала нужно всмотреться, вдуматься и найти правильное решение. Обнаженные фигуры, будь они мужскими или женскими, до сих пор остаются для большинства людей запретными. Виктор Корнеев в своем творчестве не видит смысла скрывать идеальные тела. В работах он видит их красоту гораздо больше, чем лицо. Настолько обобщенный пластический язык, что он в малой форме делает из произведения просто знак, формулу. И уже из этой малой формы он может четко создать большую монументальную композицию. Вот настолько он интересен. Художник с легкостью обращается к пластическим традициям различных эпох и культур. Это первобытный примитив, деревянная пластика древнего Египта, японская скульптура, каменные идолы кочевых народов. Его произведение – сплав драматургии и философии. Виктор Остриков тоже скульптор. Своего коллегу не видел 30 лет. Он внимательно всматривался в каждую работу. По его мнению, возможно, не всем такая скульптура понятна. Но в ней есть чему поучиться даже опытным мастерам. Пластика, видение западное чуть-чуть. У нас немножко в России по-другому видят все это. Ну, в общем, скульптор и скульптор. Он везде скульптор. Здесь даже независимо с того, не поверхность надо смотреть, а внутреннее состояние. Если он скульптор, он внутри скульптора. Живая скульптура, живое видение, живая пластика, язык свой у него интересный. И вот очень много чудов таких, которые просто я отхожу. Хочется погладить, потрогать, как скульптору подержать. Во всех этих фигурах, линиях и материалах Виктор Корнеев передает хрупкость и силу человека. Его силуэты словно головоломка, но результат того стоит. Просто оставаться спокойным и рубить камень или рубить деревяшки, и этого недостаточно будет для того, чтобы сделать произведение искусства. Надо еще что-то, свое сердце подключить. И не всегда оно ровно работает. Поэтому я и дал такое название – артритмия. То есть не аритмия, как медицинскому, так сказать, термину, а артритмия – это вот то, что, я думаю, для каждого художника близко и понятно. Своими работами художник ведет диалог со зрителем. В открытом пространстве выставочного зала его произведения живут естественно и органично. Их можно рассматривать с любого расстояния и ракурса. Елена Хромова, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей. А сейчас о событии, которого почти 40 лет ждали в селе Черняное Тамбовского района. Завершается ремонт местного Дома культуры, что особенно радует поклонников народной песни. Именно в этом клубе много лет базируется старейший в России самодеятельный коллектив – хор имени Марии Мордасовой. В этом году он отметит 100 лет со дня образования. О том, как село готовится к такому солидному юбилею, расскажет Юлия Савушкина. Черняное – одно из самых музыкальных сел региона. Здесь родилась народная артистка СССР Мария Мордасова. Свой творческий путь певица начинала именно в Черняновском хоре, который считается старейшим самодеятельным коллективом страны. В этом Доме культуры он базируется с 80-х годов прошлого столетия. Но в последние годы работать и заниматься в здании стало опасно. Протекала крыша, замыкала проводка. В этом году мы на 2 миллиона 200 тысяч сделали ремонт внутренних помещений Чернянского Дома культуры. В прошлом году мы отремонтировали крышу, в этом году мы сделали внутренний ремонт помещения. В ДК заменили систему отопления и электропроводку, отреставрировали фойе и малый зал. Реконструкцию гардероба закончили буквально на днях, и в этих стенах сразу же закипела другая творческая работа. А жила музыкальная школа. Кстати, руководит ей племянница самой Марии Мордасовой. Ночь темным темна, и трава в росе, полюбил сперва, разлюбился всем. Говорят, мне все перемелется, а мне верится и не верится. У нас почти все в семье, у нас 7 человек, все, в общем-то, хорошо поют, неплохо. Все хорошо поют. И у меня отец баянист и на гармошке играл раньше. Вот он раньше играл на гармошке, а когда гармошка в неисправность пришла, мне купили баян, я пошла в музыкальную школу, и он легко с гармошки перешел на баян. Он слухач, он никогда грамот музыкальный не учил. В Черняном много родственников Мордасовой, но Нина Белова – одна из самых близких. Не раз лично встречалась с талантливой артисткой. Человек замечательный, очень общительный, разговаривал много, яркая такая всегда. Всегда она была, с мужем приезжала, и он с баяном всегда был, и мы тогда и пели, и все. 21 ноября на этой сцене откроют ежегодный фестиваль «Тамбовская канарейка», который в этом году будет посвящен 100-летнему юбилею легендарного черняновского хора имени Марии Мордасовой. В Доме культуры уже вовсю готовятся к этому событию. В ближайшее время планируют заменить одежду сцены. Два последующих месяца в Черняном будут насыщены культурными событиями. Помимо фестивалей песни, это открытие бюста Марии Мордасовой. Памятник талантливой землячки планируют установить в декабре прямо у входа в обновленный ДК. Юлия Савушкина, Дмитрий Наякшин, Александр Щеднов, Область новостей. Еще больше новостей на нашем сайте tvtambov.ru, а телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните и будьте в курсе событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин